Сегодня у нас 28 сентября 2015 года. Вот Евгений Ящук подвозит нам шифер сюда, к Костровому пруду. Он и начал там что-то делать. Все, все. Хватит, хватит, Сергей, хватит, хватит. Прямо здесь укладите. Прямо здесь укладите. Прямо здесь укладите. Прямо здесь укладите. Когда мы шейфер откладываем, чтобы дам было безопасен, чтобы они из воды не уходили, чтобы дам не разрушали. Ну и от бобров еще, конечно, тоже. Продолжение следует. Продолжение следует. Только подойди. На себя, на себя надо. Спасибо, Христос, Евгений. Да, все. Спасибо. 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 С сегодняшнего дня. Ты отвечаешь. Закрывать, чтобы корова не прошла. Там закрыто ей некуда. Она по шиферу ногу сломает. И вот эта шиперинка ей закрывают. Вот у шиперинки вот эта сторона длина и ширина. Что делает Никита? Я говорю сам, догадайся, как вот закрыть. Ну вот закрыть. Ничего тут нету. Понятно, что закрыть от коровы, не от человека. Он ее берет вот так вот. Подставил. Гляжу, тянет на себя. Что же он дальше будет делать? А она падает. Она, видишь, меньше. Ну и понятно, меньше. Он, я сначала глянул бы, замерил. Он снова поднимает. Опять ставит. Ну не вертикально она стоит. Корова туда не полезет. Меньше надо. Значит, перевернул не на ту сторону. Надо на бок. Я говорю, ты на бок поставь. На бок ставит. Но одна сторона шире, другая уже. Засовывать сюда. Здесь надо узко. Он широкой стороной. Вертикальная. То есть два варианта было, если так взять. И оба неверные. Никита, я правильно рассказываю? Правильно. Я тебе говорю, ты что делаешь? Ты ее раз за разом берешь, ставишь. Но она на 20 сантиметров уже. Ты отвечаешь, да у меня шаблонное мышление там. Так? Шаблонно. Не пойдет здесь. Я говорю, поворачивай ее на бок. Он ее поворачивает. Вот так вот. Это я показываю, что вы с людьми делаете. Здесь-то вот она где. Как она пройдет туда-то? Никак. А тому же. Все равно стоит, смотрит. Но она как пойдет? Надо, чтобы ее закрепить. Она... Толкни ее корову рогом. Она упала. Поверни туда. То есть это я скомандовал. Теперь командую второй раз. Повернуть. Повернул. Ну и дальше что? Дальше она не идет еще маленько. Я говорю, тогда ты ее наклони маленько. Ну наклони. А раз наклонил, вертикально не идет. Она упирается уже в жертву. То есть вот, пожалуйста, ограждение. Всего ничего повернуть. Вот она наклонная. И она нормальная. Человек, который может вот шагнуть. Тут приступок. И здесь. Ну неужели, думаешь, 26 лет человек жил, никто не видел, что ни одного движения правильного нет. И вот давайте скорее его куда? Ну куда его только в дурдом помещать? Нет? Кроме дурдома еще есть и священство. Можно убрать. Это какое отношение? Да, убирай. Поверни его. Что вы делаете с человеком? Вот сегодня одна пишет. Никита, ты попал в хорошее место. Из тебя человека сделают. Вот действительно правильно. Он уже такие вещи делает. Ходит, рыбачит. Там чистить рыбу научился. Он не знал, как это делать. За кошкой ухаживать, не за коровой. За коровой научиться. Дорить сам будет. Вот тогда уголок. Он строителем будет. Он начинает на себе шить. Он как будто иголки не видал. Показали, как рубаху зашить. Он зашивает. Ну, зашивает. Какие учителя, такой ученик. Никакой красоты нет. Какие у меня? А тут у меня жена взяла все. А то не знаю, куда мне тебе заплаты. Я говорю, не трожь. Так она сверху материя покрыла. Вот Володина заплаты. Дай-ка я тебе покажу. А то грозоплаты показывать. Поэтому вам деньги дают. Ну, вот она. Показать как. Как мужчина шьет. Длинная, конечно, нитка. Вот он стоит. Все нормально. Она не уронит. Посмотри, Никита, как тащит. Он как Самсон. Ворота. Так, Никита, остановись-ка. Поставь пока ее. Это, по-моему, очень хорошее. Не знаю, что. Занеси с той стороны. И там где-то вот так, на тот берег наклони. На берег. Когда мы здесь уже покроем дно. Мы тогда под низ на кирпичи сунем. Главную воду отведем. Ты меня понял? Да. Все, пожалуйста, туда. Отнеси. И которые большие будут такие. Ты должен их там набрать. Ну, чуть больше. Вот как размер между двумя. Глянь. Между двумя сторонами. Туда отнести. А остальные туда. Чтобы коровы не лезли. Вот сегодня Женя Яничук помог. Спаси его, Господи. Обычно нигде он не участвует. Ну, свои там, говорится, как говорят, тараканы. На кого-то обиды. Да все. Я считаю, обида, это не просто не христианское явление. Ну, понимаете, обида от чего появляется. Мне сегодня Алеша говорит, я где-то читал. От несбывшейся мечтаний. У нас нету мечты. Ну, не по его. Не по его. У меня один вот. Я тебе письмо написал, а ты не прочитал. Ну, не прочитал я, а то прочитал. Дал тебе ответ. Гляжу, ты опять пишешь. Одно и то же пишешь. Ну, пишет. Это не связано такое. Зачем мне это нужно? А ты не прочитал. Ну, не прочитал. Да что из этого? Ну, ты враг-то до мне. Да что это за христианство лживое? Вот непрерывно привязывается к чему-то это старое обрядчество. Никон, Никон, Никон. А спроси этих Никоньян про вакуума что знают? Ну, сопротивление Никону оказывал. Никто и не слыхал, не знает. А везде одинаковые, не одинаковые. Это денно и ночно учат. А здесь этому не учат. Ничего не учат. Новообрядцы, то есть Никоньяне, они вообще ничего не знают. Они ни Никона не знают, ни о вакуума, ни кого не знают. Ну и может быть даже и лучше. Легче посеять божественное. Вот смотри, Никита во второй принес. Только это знаешь, Никита, подожди. Они по длине должны быть желательно одинаковые. У тебя короче этот. Нет. Я этого не знал. Ну посмотри там. Возьми какую-то палочку. Вот эту. Вот. Толкушку. И по большой. А? Да ему надо было таше поставить его, да и все. Ну да. А ну-ка поставь. Она короче, нет? Она у тебя висит. Вот чем дело. Ну-ка поставь рядом. Может она висит. Нет, она короче. Короче она. Да почему такая же? Такая же. Ну поставь. Мне кажется, что она короче. Значит я... Глаза у меня косые. Давай. Рядом поставь. Ну все тогда. Все. Все, все, все. Она лежит, у нее скрадывается. И проще. Вот самое простое. Я говорю, поставить шиферину, толку нету. Я причину-то знаю. Это какой-то, как говорится, чертяка в башке сидит. И он все это выворачивает с одной стороны на другую. Ну и что теперь? Сдаваться ему? Почему подняли, говорят, руки-то перед ним? С сатаной надо не просто бороться, а надо побеждать его. Побеждать его так, чтобы он близко не подходил. А как это? Пост, молитва, работа, милостыня. Ну то, что нам святые отцы и священное писание дало. Вот он берет. Носить неудобно. Он приспособился на спине. Сапоги тут добыл. Китель. Из него делается человек. Уж христианин какой и когда будет, это Бог его знает. Сначала человека нужно. Так. Вот Сергей Павлович. Она у тебя выше. Должна быть ровно с землей. Она у тебя повыше получит. Ну ладно, пускай первая маленько повыше. Тогда надо, чтобы с землей было ровно. Так. И вот когда мы получим сейчас этот материал. Ну я следующий там подготовил. Так. И между ними еще две. Четыре здесь будет рейки. Вон она где. Продолбил там уже. Ты сам смотри как. Вот это нож. Показал что такое означает нож. Почему он такой. Человек городской. Мало кто сведущий в этом. Он не знает. Деревенский абсолютно все. Все. Во воду не краника колодец. Как копать колодец. В каком месте копать. Какую глубину. Вот мы едим. У нас русская кошерная пища. Кошерная. То есть. Я по своему объясняю. У евреев там правила. Ветхие заветы и прочее. У нас правила. Разрешено все. Но у нас свинина не появляется. Вообще. Категорически. Нигде. Нигде. Ни в собрании. Когда бывают общие трапезы какие-то. Этого у нас нет. И молочное с мясным. Чтобы человек не употреблял сразу. Я это узнал у евреев. Не вари козленка в молоке матери. Чтобы не ошибиться. А как проверить. Козленка свари. Или барана. Какого. Поэтому. Вывод такой сделали. Их учителя. Мясное и молочное не ест. И в Израиле два кошка. Мясное и молочное. Одновременно. За один обед или завтрак. Никому не удалось еще получить. За этим следят люди. Чтобы не согрешать. Богу не угодно. Так это на чреве. Ты не рассуждай так. В малом верен. Над многим поставлю. Говорит Господь. И мы это приняли от них. У нас было так. Приедут ребята. Когда еще деревни начинали строить. Мясные там консервы. А мы молока здесь купим деревенского. Проходит день-другой. Они все эти консервы свои забыли. Положили. Мы тоже молока хотим. Тогда мясное уберите. Да мы уже убрали. Видите. Отовсюду надо научаться. Растительная пища более полезная. Более полезная. Поэтому у нас много молочного. Мясное. Это вот очень редкий такой. Дали тут говяжину. Кололи батюшкин там барашек или где-то. А у нас вообще. Я вот в рот его не беру. Никакого. Ни птичьего. Ни этого. Рыба. Дело другое. Рыба. Это у нас гальян. Вот. Вот привез Женя шифер попросили. На тот пруд завезли мы как побольше. И надо здесь поделиться. Сейчас закрыть вот это место. И здесь так. Он по размеру так. У него два конца отшибленные это. Ты давай носи сюда по порядку. Сюда. А там появятся хорошие ровные. А то у тебя гляди какие ты кладешь. Потому что они совсем. Ну. Как будто бы самолет какой-то. Невидимка. Летит. Кошерная это чистая пища. Еврейская она. Бери это самая лучшая пища. Никакого запрета на нее нет. Вы можете спросить. Ну спросить конечно не Авеля Семенова. Это все против евреев. Нам до евреев не дотянуться. И мы как не второсортные сказать люди. А не попали. По милости Божией может быть. Туда куда попали. Они ответственны за все. Давшие три мировые религии. Законы. Мы все бросили на золотого тельца. Как в пустыне было. Ну и вот служат этому мамоне. Главное преимущество евреев в одном. В главном. Для им верено слово Божие. Через них пришел Христос. Я начал говорить об этом. Коснулся пищи. Пища важный. Занимает момент в жизни человека. Поэтому питаться надо правильно. Минимум. Расстояние должно быть два часа до сна. Минимум. Соблюдать посты православные. Это очень полезно. Раньше были разгрузочные дни. Мяса не давали. Его не было. Но придумали такие. Рыбный день. Люди ворчали. Надо добровольно принимать. Посмотри. Вот одна березка. Как пожелтела. Как золотом посыпанная. Там тополя. Там листиница. Одна растет. Откуда она. Еще. Я сколько. Двадцать лет. Двадцать. Не было. Двадцать пять. Ну минимум. Ей уже лет семьдесят. Я так прикидываю. Минимум. Вот. А эта березка. О ком она растет. Тут где. Она нигде. Просто она межа растет. Тут когда-то была улица. Потеряевская. Новая. Новоселы были. На семьсот пятьдесят человек план сделали. Все уже утверждено было. А потом все разрушили. Через два года уже деревни не было. Это быстро делается. Вот. Сейчас вот сюда будет вода падать. И Сергей что делает? Торчком ставит кирпичи. Дальше мы нашли лучший способ. Там размягшие глины. Она забивает. Видно? Да. Да, видно. Ну вот как копер. Давит. И когда вода будет падать. Вот сверх кирпичей. Когда мы настелим дно. Это там кирпичи вот такие же. Накололи из этого. Будет шифер тот положен. Чтобы она там не мокла. Но вода будет стекать. И чтобы не вымывало. Вот так укрепляем дно. Конечно если бы его сейчас залить раствором и проще. Но у нас ничего этого нет. Вот тут бревна подсунули. Они внизу остались. В другом месте этого не сделали. Так это. Такие строители. Вот так. По славу Божию. Так. 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 Так.